Польша отказывается поддерживать украинских беженцев со следующего года. В Мелитополе ликвидирован штаб оккупантов, а цены на пшеницу начинают падать. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире нехта самые важные и интересные новости. В Рамштайне сформирована новая коалиция, кто в нее войдет и чем будет заниматься. В Еврокомиссии продлевают временную защиту для украинцев, а Польша отказывается продлевать специальные условия и зерно тут ни при чем. Сейчас с конфликтом все более-менее понятно. Украинская артиллерия разгромила штаб оккупантов в Мелитополе. В управлении стратегических коммуникаций подтвердили успешный удар. С самого утра в местных пабликах расходятся видео и фото с дымом над городом. Местные жители сообщали о взрывах. Мелитополь на запорожском направлении сразу за Токмаком, если двигаться в сторону Крыма. Не исключено, что оккупанты понимают следующую цель ВСУ после Токмака, но понимают они также и что погодные условия ухудшаются и дальше будет сложнее. Понятно, что это будет время, опять же, для беспилотной авиации, в том числе и разведывательной, и ударной, которые будут эффективнее в таких условиях и погодных, и климатичных. В данном случае, да, то есть то, что будет характеризовать украинскую осень и зиму. И мы понимаем, что это же касается и российских войск, поэтому им тоже будет сложнее убегать из украинских полей, поэтому, конечно же, им нужно поспешить, пока еще есть дороги, по которым можно бежать. Встреча в формате «Рамштайн» прошла накануне. Это первая встреча союзников для нового украинского министра обороны. Я также рад объявить, что танки М1 «Абрамс», которые Соединенные Штаты ранее обязались поставить, скоро поступят в Украину. Я говорил это раньше и скажу снова, противовоздушная оборона спасает жизни. Поэтому я настоятельно призываю эту группу продолжить глубокую проработку вопроса о наземной противовоздушной обороне для Украины. Мы должны продолжать настойчиво добиваться предоставления Украине систем ПВО и перехватчиков, которые ей необходимы. И прямо сейчас, в пылу сражения, мы также должны продолжать добиваться предоставления Украине боеприпасов, необходимых ей для продолжения борьбы, включая 155-мм боеприпасы. Министр обороны США призвал партнеров не медлить с передачей систем противовоздушной обороны и боеприпасов. В целом, встреча, как и предыдущая, прошла продуктивно. Была сформирована новая коалиция, целью которой будет передача ВСУ танков «Леопард» и проведение обучения пилотов на истребителях F-16. По словам Ллойда Остина, Эстония, Германия, Люксембург, Нидерланды и Польша возглавят эту коалицию. Украина получит, и страны-партнеры помогут создать противоэшелонированную мощную систему ПВО. Эта работа продолжается, на самом деле, с помощью наших партнеров. Третий момент – это фактически то, где мы сейчас находимся, то есть необходимые компоненты, снаряды, боеприпасы и системы вооружений, которые необходимы Украине для того, чтобы поддерживать контрнаступление, сдерживать любые, скажем так, атаки России. С воздуха я уже заявил. Ну и фактически это уже и подготовка к зимней кампании и к весенней кампании вооруженных сил Украины. Сейчас закладываются, скажем так, определенные элементы, также и определенная стратегия. Шойгу прилетел в Иран. Вместе с делегацией от Минобороны Российской Федерации, как заявляют официально, для встречи с иранским руководством, но, скорее всего, договариваться о новых поставках оружия. Или по еще одной версии, визит связан с армянско-азербайджанским конфликтом. К тому же иранские медиа пишут, что 31-я пехотная дивизия Ашура, корпуса стражей исламской революции, приведена в боевую готовность, а располагается она недалеко от границы. Мировые цены на пшеницу стали снижаться после того, как первое судно с украинским зерном по временному коридору вышло из украинских портов. Впервые с июля, после выхода России из зерновой сделки. Все это анализирует Блумберг. Первое судно с зерном за более чем два месяца вышло из одного из черноморских портов Украины, поскольку Киев стремится бросить вызов морской блокаде России после провала соглашения о безопасном проходе. Цены на пшеницу упали. Рынок ожидает ответа от Москвы, которая заявила, что будет рассматривать любые корабли, направляющиеся в порты Украины, как потенциально несущие оружие. То есть пока рынок реагирует нормально, пока российские корабли не начали бесчинствовать в Черном море. Но это уже сильный сигнал и знак того, что такое в принципе возможно. Не только для Украины в контексте экспортного потенциала, но и сигнал для всего мира о том, что возможно экспортировать зерно с Украины не только в рамках зернового соглашения. Напомню, что благодаря вооруженным силам Украины действительно стал возможен вот такой коридор, гуманитарный коридор. И уже фактически с полномасштабного вторжения России, когда еще в портах Большой Одессы сосредоточились корабли с иными группами товаров, непродовольственные, уже более пяти таких кораблей тоже вышли. То есть у нас есть еще и позитивная история, когда два корабля зашли, один из них вышел с полноценным продовольственным грузом. И действительно это сигнал для того, чтобы возобновить возможность контрактирования новых кораблей, которые бы могли заходить. В Еврокомиссии предлагают продлить до 2025 года временную защиту для украинцев, которые выехали в Евросоюз из-за российской агрессии. В сообщении пресс-службы говорится, что такое решение обеспечит уверенность и поддержку более 4 миллионам человек, которые пользуются защитой по всему Евросоюзу. Там отмечают, что причины для временной защиты сохраняются, и поэтому она должна быть продлена как необходимая и ответная реакция на текущую нестабильную ситуацию. Немного дальше пошли в Польшу. Там не хотят продлевать действия спецзакона о помощи украинцам. Пресс-секретарь польского правительства говорит, что имеет сомнения по этому поводу, и об этом пишет тоже Блумберг. На данный момент мне кажется, что эти предписания не будут продлены. Сейчас с конфликтом все более-менее понятно. Нам известны возможности международной помощи. Мировое сообщество должно активнее в нее включиться, вот и все. Нет ничего постоянного. Закон введен только на период вооруженного конфликта, а в начале следующего года его действия просто истечет. Поддержка беженцев, которая включает отмену требований о проживании и предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейным пособиям не будет продлена в следующем году, заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в эфире телеканала Полсад. Иранские деньги, замороженные в Южной Корее, были успешно переведены в третью страну, после того, как самолет, направлявшийся в США с пятью американцами, освобожденными Ираном в рамках обмена пленными, покинул Доху. Это подтвердили в Южной Корее. Иранские средства, которые были заморожены в Южной Корее в связи с финансовыми санкциями против Ирана, были недавно успешно переведены в третью страну при тесной координации между участвующими странами. Наше правительство ожидает дальнейшего развития отношений между Южной Кореей и Ираном в связи с передачей замороженных средств. Все детальные вопросы, связанные с передачей замороженных средств, были решены на основе соглашения между соответствующими странами, включая Иран. Самолет, отправленный Катаром, вывез из Тегерана пятерых граждан США и двух их родственников, после того, как обе стороны получили подтверждение того, что 6 миллиардов долларов были переведены из Южной Кореи на катарские счета. Эти деньги будут потрачены на продукты питания, медикаменты и другие гуманитарные товары для Ирана. Летим выше – будем. Дальше – увидим больше. Любимые герои, которых невозможно пропустить. И те, до кого просто так не дозвониться. Догадки, мысли и версии, основанные на фактах. Юмор, сатира и шутки, от которых порой хочется плакать. В этом сезоне мы будем позриди всего, заполняя пробелы в том, что действительно важно. И рассказывая такое, от чего на уме будет только ну и новости. Среди терабайтов информации мы отбираем для вас только самое важное и интересное. Изучаем тренды и технологии. Открываем новые способы коммуникации. Подделывать мой голос уже. В этом сезоне еще больше информации для вас. На одном из самых независимых современных медиаресурсов. Нехта начинает новый сезон. Сынк, я так по тебе скучала. Спасибо вам за доверие и поддержку. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Жду ваших реакций, лайков, комментариев, репостов. Все это очень нужно, чтобы нас становилось больше. И чтобы эти видео видело как можно больше людей. На этом все. До встречи. Хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин